Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Вот очередной интересный эпизод предвыборной кампании. На днях Николаю Бондаренко позвонили из Саратовского суда и сообщили, что на него подан иск представителями партии Коммунисты России с требованием снять его с выборов. Подан, поскольку он ни больше и ни меньше поддерживает экстремистские организации. Самое же интересное, судебное заседание по этому иску уже назначено и будет всего лишь через пару дней. Слово Николая Бондаренко на этот момент даже не было в Саратове. Он был в Калининграде. Но власть почему-то, как говорится, начала гнать лошадей. Он об этом рассказал в нескольких своих роликах. Окончательный ролик, название лучше засчитаю. Мы победили, я выиграл суд по экстремизму, борьба продолжается. Вышел на его канале вчера. И финал этого дела оказался весьма неожиданным. Истец вдруг взял и отозвал иск. Николай Бондаренко счел, что это победа и объявил об этом в указанном видео. Да, мы победили! Спасибо большое. Спасибо. Да, друзья, ну закончил заседание Саратовского областного суда. Истец. Сейчас, я думаю, он выйдет здесь его представитель. А, вон он пошел, вон он пошел представитель Лесца. Собственно, они забрали свое исковое заявление. Нет, его представитель? Нет, его представитель. Они, собственно, забрали свое исковое заявление. Очевидно, что эти претензии в мой адрес не выдерживали никакой критики. Обвинения в причастности к каким-то экстремистским сообществам, они были абсолютно безосновательны. Ну и по итогу, сложно сказать, то ли они испугались, то ли им стало стыдно, то ли они действительно увидели абсурдность своих обвинений. Собственно, они исковое забрали, и судья дело закрыла. Поэтому на сегодняшний момент я действующий кандидат в Саратовского областного суда. Что здесь можно сказать? Я уже не раз говорил, что в условиях все растущей социальной активности народа подавлять эту активность силой, это даже не тушить пожар бензиновый, а тушить его напалму. Но и очень хорошо, если номенклатура наконец начинает это понимать. Но здесь нужно отметить вот еще что. Суть обвинений, как я понял, в следующем. Почему, как я понял? Документов, как вы понимаете, я не видел. Приходится довольствоваться информацией, полученной на слух. Николай Бондаренко якобы участвовал в каком-то митинге в поддержку Алексея Навального. Структура же Навального объявлена экстремистскими организациями. А значит, Николай Бондаренко поддерживает экстремистские организации. Ну а значит, он и сам экстремист, и соответственно, ему нельзя баллотироваться в депутаты. Но дело в том, что такая постановка вопроса абсолютно безграмотна юридически. Экстремистом человека вправе назвать только суд. Поскольку экстремизм – это уголовное преступление. А выносить переговоры по уголовному преступлению во всем этом мире право есть только у суда. Вот если бы было следствие, если бы дальше в суде было доказано, что Николай Бондаренко действительно экстремист, и он был бы включен, зачитаю лучше название, в перечень террористов и экстремистов, а есть у нас в России Путина и такой документ, то да, тогда бы это было обосновано. Но понятно, что ничего этого нет и в помине. То есть, примись здесь суд в сторону истца, он бы в очередной раз опозорился по полной. Поэтому нет ничего удивительного, что такой иск, который сложно назвать иначе, чем дурацким, был отозван. И очень может быть, что это просто курьез, набирающий все большие обороты предвыборной кампании и действительно серьезные попытки снять Николая Бондаренко с выборов еще впереди. Хотя тогда непонятно, почему суд в этом вопросе начал, как я уже сказал, гнать лошадей. По уму суду вообще не следовало принимать этот иск к просмотрению. Но по-любому, думаю то, что номенклатура начала понимать, что не нужно рассматривать хотя бы дурацкие иски против оппозиционеров, это тоже уже хорошо. Это дает надежду, что ситуацию удастся вернуть в цивилизованное русло. С какого боку не смотри, но номенклатура буквально рушит и со страшной силой рушит рейтинг Единой России своими, мягко говоря, не очень умными репрессиями. Они уже успели условно осудить Николая Платошкина, но это не помешало ему активно продолжать принимать участие в выборах и поддерживать КПРФ. И уже ясно, что именно вот эта поддержка активная Николая Платошкина, да еще и, так сказать, пусть того, как он осужден, и он обижен теперь перед глазами всего народа, намного увеличивает шансы КПРФ обогнать Единую Россию по рейтингу. Аналогичная ситуация с Грудимиром. Его тоже сняли с выборов, но ясно только, что он продолжает поддерживать КПРФ, и в такой ситуации вот это его снятие плюс его поддержка, будучи снятым, опять же только увеличивает намного рейтинги КПРФ. Ну, в принципе, я сказал, ситуация с ним аналогична, ситуация с Платошкин, но она скорее даже не аналогична, она одинаковая. Поэтому я не исключаю, что номенклатура наконец начинает понимать, что не стоит, как говорится, наступать на те же грабли из Бондаренко. Впрочем, будем посмотреть, как говорится. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно уедете на конечных заставках?